всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала вот сегодня у меня в гостях нет его он такая вот катушечка называется она у нас и вниз тем дайва в размере 2004 c вот катушка достаточно по годам как бы сказать не новая да и видим что еще в тех временах концепция да и вы была применена на такая что эти катушки были с бесконечным винтом да то есть катушка как бы сказать видно что и назначение она предназначена для light а то есть наверно ультралайта тиры light а да видно что у нее достаточно небольшой такой механизм вот он буквально весь корпус данный механизм он шириной как бы сказать с два пальца да и вот такая вот концепция закрытое применение карамысел да кстати катушечка это у нас дальневосточная родная и поступила она уже ко мне на то с магазинов трофей вот то есть вот всем кому интересно сделать то у на своей катушке обращайтесь в сеть магазинов трофей вот ну что могу сказать катушечка уже после внешнего осмотра я смотрел это по моему уже разбиралась катушечка не такая уж и новая ну пока не могу точно сказать но судя по тому как крутится главной пары либо ей очень грамотно рыбачили да то есть грамотно там не таскали коряк кирпичей работали больше на спиннинг либо она просто у нас в россии еще не видела нагрузок потому что подозрение такое что обычно вот такие катушечки наш наши рыболовы заказывают себе душные по интернету да как правило на аукционах на японских да то есть такое подозрение что катушка пошла с аукционов и нашей дальневосточной рыбалки еще очень сильно и не видела судя по ее внешнему состоянию ну и хотя бы вот так вот даже на ощущение да вот ну сейчас мы будем разбирать и все это смотреть так вот такой подшпурный механизм для дайв тех времен снимается он у нас здесь стоит вот такое вот кольцо резиновое никакого здесь шестигранника винта шестигранником не тут просто вот это кольцо резину вас поза вынимается и снимается видим что здесь у нас опорный подшипник который вставляется в пулю в пуле там у нас еще один подшипник то есть конструкция достаточно нормальная ну вот будем сейчас разбирать смотреть что к чему на вот видно что смазочки здесь у нас не густо она возможно как я понимаю наверное еще родная всего одна шайба но она хотя бы широкая достаточно широких размеров и вот у нас еще один подшипник в пуле так ну и будем смотреть дальше разбирать так ну вот вынял я ручку с катушки и сразу же вижу что она залита просто жидкой смазкой да у я вам смотрите просто она как будто там полоскается да вот это конечно не good хорошо видно хозяин уже пытался таким образом смазать но зачем жидкой смазкой смазывать рукоятку до которая у нас шестигранник входит внутри главной пары непонятно это придется мне просто лишний раз ее чистить и отсюда убирать это просто палочкой смахну чтобы она просто не пачкала вот это вот смазкой все как бы сказать в округе у меня вот разбираем дальше так вот сняли ротор видно что ротор у нас металлический шейка ротора достаточно толстая ничего здесь не провернется я всегда говорю что раньше старые катушки делали очень даже неплохо делали с таким качеством даже обратите внимание крышка стопора обратного хода какими винтами она у нас затянута да смотрите когда то есть видно что надега полная да то есть даже чересчур чем она даже требуется да вот видно здесь а для механизма автосброса такой вот ролик стоит да стоит вот такая лапка толкатель да и об этот ролик прокручиваться и сбрасывается у нас механизм вот ну вот будем разбирать дальше так ну вот снимаю декоративную крышку и вот видно у нас здесь и как бы весь такой механизм вот у нас направляющий штук да для толкателя которым бегунок да и видим такую вот огромную огромную щель да я всегда говорил как бы да что у дайвы вот конструктив корпуса да для попадания воды ну тут в касание конечно все попадет вот у них в этом плане вот на всех моделях может быть на самых новых я еще там не разбирал там 15 года может быть что-то там 14 года они там более-менее что-то смострячили но здесь они короче как-то не очень хотя даже взять от 13 года модели здесь такие щели но зато они ставят макси лет понимаете тут они все там защитили макси летами там прокладочками а сзади как правило для коррективная крышка снимается и сюда может кирпич залететь ну образно так говорят ну вот разбираем дальше так ну вот подходим к скрытию всего остального снимаем крышку которая у нас держит стопор обратного хода снимаем крышку корпуса видим что она у нас металлическая да вот у нас такие внутренности видим главную пару относительно небольших размеров до примерно с ноготь до нас палец вот с большой вынимаем что-то новая с рук покатилась нот видим завод изготовитель либо тут кто делает его смазки сюда наложили достаточно до видим что выдавлена она чересчур со всех так называемых щелей видите под всех зубьев она центру корпуса выдавлено и и даже очень много но вот этот перебор смазки он конечно благотворительно не очень влияет потому что он потом может попадать на все остальные узлы да может выдавливаться попадать и через вид виду мою шестерню и на стопор обратного хода и на шток и везде да как бы сказать но что могу сказать уже в принципе видно да что бесконечник у нас просто от не черный до смазка просто черная как гудрон грубо говоря ну вот разбираем дальше так ну вот вы или вторичную шестерню главной пары видим что подшипник здесь у нас открытого типа подшипник у нас сухой смазки там внутри никакой не наблюдается но входит еще плавно с люфтами у нее все в порядке просто смазочка уже под высохла надо будет его смазать вот и вот все остальное у нас конструктивная скажем так хозяйства вот видно я вам говорил смазка на бесконечнике просто черная смотрите вот вот одна у нас направляйка в принципе это не очень хорошо и направляйка сделано так что она не насквозь до туда влазит а вот видите как бы сверху на нее просто опирается да и может как бы сказать ну он конечно не соскочит но чтобы вы понимали вам сейчас покажу то есть уж им она сделана здесь ушко такое да и направляйка оставляется вниз здесь я просто как бы полу скоба такая просто на нее ставится вот так вот раз видите и все вот он просто стоит на ней вот ну в принципе вся такая конструкция она стандартная для дайвы того года ничего здесь такого супер нету но сделано все просто надежно из хороших металлов с хорошим качеством ну вот будем делать того дальше так ну вот основные узлы промыты просушены все уже вымыто просушена и готова как бы к смазке и ко всему остальному ну вот что хочется сказать поэтому кого сказать вот разобрал я кнопку но бы у нас находится два подшипника но тут видно да что ручка у нас верни сам кнопку мне простой он у нас тюнинговый вот стоит маркировка рцс и заменен на другой и видно с этим поменены были тоже не родные подшипники потому что они имеют странную маркировку с и вот подшипники в клубе они у нас они да они уже выходят из строя смотрите какой их люфт в том что это люфт самого подшипника вот то есть принципе такие подшипники в клубе нужно будет поменять видно когда меняли этот тюнинговый кнопку воркнули по ходу одни из самых дешевых подшипников потому что могу сказать что над нагрузки не не могли выйти из строя потому что как бы не видно что-то катушка испытывала супер нагрузок и назначение ее это ultra light light до лучшем случае но не может она испытывать таких нагрузок чтобы ну кончить вот эти подшипники в кнопе от этого подшипники были самого низкого качества как я понял от этого вышли оба подшипника практически вышли из трое рыбачить еще можно но вот этот поменьше этот вообще в хлам плавность хода их тоже уже не очень велика ну желательно их конечно заменить но какое-то время пока хозяин будет подыскивать подшипники можно будет еще как бы рыбачить размеры этих подшипников такие вот это кому интересно все в миллиметрах внешний диаметр внутренний диаметр и высота вот ну вот еще что хочу сказать по главной паре главная пара уже наработала свое пятно пятно идет не очень хорошая есть неровности то есть видно какие-то нагрузочки все-таки этой катушечки давались не знаю на камеру видно не видно будет вот уже краска стерлась вот это вот напыление я называю его просто краской чтобы люди как бы сказать не питали себя иллюзиями что вот это напыление много чего-то даст я скажу это больше покрытие которое ничего не дает кроме визуальное визуального эффекта вот там уже металл изнашиваться он точно так же как обыкновенная главная пары идет неравномерное пятно контакта это свидетельствует о том что были какие-то определенные нагрузочки катушечки данные данные вот что еще присмотревшись я увидел бесконечник у нас покрыт таким же покрытием как это сейчас делает шимана в новых катушках да вот оливкового цвета не такое покрытие сделать здесь она такое матовая как бы да такое определенная потому что вот вижу здесь он уже соскакивает она и в конце как бы сам бегунок вот он вот сам бегунок он уже в глубине канавки да тоже вот стер это покрытие внутри тоже видно бегает и видно что как бы сам он очень сильно облегчен шток точно так же как это сегодня применяет технологию шимана до 10 в дайве она видите старых лет тоже вот это покрытие идет такое как оливковая у шимана да то есть кто чего у кого содрал непонятно но технологии которые сейчас применяются они не новые это уже понятно что видите да его это и в старые года делала потом отказалась шумана это начала делать сейчас почему-то то есть ну непонятно все эти маневры что они делают что они не делают ну как-то так ну вот все уже у нас почищена готова конструкция достаточно стандартная для тех времен я бы сказал осталось тоже вот уже промытый чистый подшипник пересмазать подшипник вот где здесь получается система такая подшипник стоит не хвостовике в конце да а стоят два подшипника вот здесь его до держит это вот до его как бы вот раньше так делала сейчас до его тоже уже ставят хвостовике типа каких шипу шимана ну что еще можно сказать по конструктиву вроде все то же самое толкатель прикручен хорошо я проверял его срывать я резьбу не стал здесь вот видно чуть-чуть красноватая это значит скорее всего как я понял посажен на пермоментный как бы сказать фиксатор да то есть который но уже не должен сниматься от этого сильных усилий не стал прилагать просто проверив что действительно все хорошо держится здесь как бы проблем таких нету но сейчас по мере смазки переборки видите все уже прочищена высушена осталось все это дело помаленьку смазывать собирать ну и потом мы конечно разберем сам ротор и проверим впечатление катушечки очень очень хорошая очень хороший конструктив хорошего хорошее качество исполнения всех деталей ну чтобы я сказал действительно имеет смысла брать такие бушные катушки тех старых лет и чем он покупать сегодняшние современные новые катушки вот ну что будем собирать помаленьку так ну вот добрался я уже теперь до механизма ротора и до ролика лесоукладывателя но что можно сказать выглядит конструкция вот ролика лесоукладывателя вот таким вот видом вот такой ролик типичный для фирмы да и вода с одной стороны мы видим специальный паз как бы сказать канавка да вот такая вот который он упирается на такую вот пластмассовую втулочку внутри его вставляется еще вот ролика вот такой вот маханьки подшипничек вот в принципе ничего тут такого шибко выдающегося нет да ну вот механизм сброса дужки да он сделан как всегда видите какие на большинство катушек металлический толкатель пружина и никаких пластмассовых деталей нету вставляется он просто вот сюда да и внутри видим такая вот прокладочка сделано чтобы видно лучше пружина там скользила единственное что могу сказать что вот в этих вот механизмах особенно вот с этой стороны механизм авто сброса дужки да очень было много песка видно песок попадает очень хорошо есть от механизм состоит из двух таких вот пластмассовых частей да вот вот это вот штука да как бы сказать она у нас при отдвигании дужки да если дальше крутить у нас соприкасается вот с этим роликом да и таким образом толкает и происходит авто сброс да вот так вот толкает она у нас вот таким вот образом соединяется она в сборе эта деталь кд здесь она у нас соединяется вот с этим коромыслом да и вот таким образом работает система авто сброса ну что могу сказать катушечки все-таки 12 лет да как бы сказать и несмотря на то что сделаны эти дайвы очень хорошо и очень качественно я бы сказал очень хорошая конструктив до надега но все-таки вот эти вот пластмассовые детали всякие разные да и то же самое она сделана из магниевого сплава до приходит все-таки усталость материала пришлось мне столкнуться с такой проблемой все-таки на ней что в следующую катушка еще буду подобную делать вам покажу то есть стоит подпружиненный вот этот вот сам флажок да он проходит через всю катушечку так и управляет у нас стопором обратного хода на включение и выключение подпружинивать его как бы фиксирует вот такая вот металлическая да не то чтобы пружинка пластина но она постоянно как бы вот видите пружинит и давит на него и произошла такая штука что в самом тонком месте в этом вот да где он уже переходит штырьком на управление он от усталости просто обломилась в этом месте ну из этого положения я вышел позвонил хозяину катушки сказал что такая штука материал устал хозяин меня как бы нормально все как бы адекватно понял что даунгрид дагрид усталость материала катушки 12 лет и мы решили сделать как делает сейчас по концепции шимана до новые катушки начиная там с 15 года и чуть-чуть попозже да то есть катушка крутится только вперед обратно она постоянно зафиксирована вот на этой катушке я применю вот такую вот новую концепцию от шимана единственное что хозяин пожелал горит игре дырку вот эту где флажок чем-нибудь закрой я ему сказал я говорю вообще где его сюда вставлю и он будет теперь как декоративный чтоб не нарушал внешний вид стопор обратного хода будет постоянно включен то есть на таком моменте мы с хозяином катушки и остановились так ущерб работе никакой катушки не нанесен катушка в нормальном состоянии и сейчас мы вот будем перемазывать все вот эти вот механизмы ротора да кстати ротор металлический но очень легкий это вот и говорит что какой-то магниевый сплав идет шимана вернее да его она в то время и дела да она как бы сказать и позиционирует там что-то такое да то есть у них там по маркировке есть вот как-нибудь потом скажу точно более точно ну вот осталось теперь собрать только смазать и перебрать механизм ротора ролик лесоукладывателя и заканчивать то этой катушки так ну вот закончилась то катушки тем дайва и вниз в размере 2004 с того прошло успешно катушечка теперь работает очень плавно чувствую что с мазочки я чуть-чуть переборщил от души кино от этого как бы хоть чуть чуть как бы это очень плавно и но чуть-чуть придерживаться но в этом проблем нет в процессе она при работается смазка лишняя уйдет куда и надо из-под этих шестеренок и как бы с запасом все будет работать вот катушки очень хорошие конструктив очень хороший теперь после смазки плавно нормально еще подушка не как скажем так крошаж в руку отдавал аж по зубам бела сейчас она плавненько отрабатывают все работает хорошо теперь как я вам и сказал она работает как новые шимана катушки крутится только вперед стопор обратного хода включен всегда вот но работа видите даже на больших скоростях шума никакого практически нет вот ну вот уважаемая кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями до свидания до новых встреч